Добрый день, дорогие пациенты! Решила рассказать вам про коронавирус. Прошло уже больше восьми месяцев, как каждый день приходит много пациентов с коронавирусной инфекцией. И за это время уже сложилась определенная картина, определенное видение того, что это такое и что с этим делать. Но сначала хочу рассказать свои мысли о том, откуда вообще взялся коронавирус. Об этом очень много сейчас говорят. Я не буду рассказывать про всякие сложности, всякие так называемые тайны Мадридского двора. Я расскажу так, как я это вижу, как обыкновенный доктор, который закончил Советский медицинский институт, у которого была кафедра инфекционных болезней, и которого учили так, как вообще нужно относиться к инфекционному процессу. Так вот, откуда взялся коронавирус? 1978 год. Пятый курс. Инфекционные болезни. В то время, к счастью, мы писали лекции, которые у многих из моих одноклассников сохранились. Пятый курс. Инфекционные болезни. Коронавирусная инфекция. Симптомы. Головная боль. Боли в костях и суставах. Кашель. Может быть поражение легких и поражение желудочно-кишечного тракта. Лихорадка Эбола. Ну, примерно с таким же рассказом. То есть, 1978 год. Уже врачи, инфекционисты, профессора наши знали о том, что есть так называемый коронавирус. Но 40 лет мы про него ничего не слышали. Почему? Ну, как я понимаю, вокруг нас микромир. Я каждый раз призываю вас посмотреть в солнечный луч. То есть, в этом солнечном луче мы видим, что кроме нас, таких больших и сильных в этом мире, есть огромное количество того, что практически не видно. Микромир. И вот в этом микромире, как я понимаю, есть своя иерархия. И вот очень долгие годы в голове этой иерархии стояли бактерии. И мы видели это в чем? У нас были в основном бактериальные инфекции. Но вот уже примерно 5 лет мы практически не встречаем бактериальных инфекций. Их стало гораздо меньше. Если это кишечные заболевания, то это уже не сальмонеллез и динитерия, а это ротовирус. Если это ангина, то она все реже стафилококкова или стриптококкова, она все чаще герпетическая. Если это конъюнктивит, то это все меньше стриптококкова или хламидия, это все чаще аденовирус. То есть мы видим, что бактерий стало все меньше, но вылезли вирусы. Почему стало бактерий все меньше? Ну, антибиотики. Мы своими лекарствами вмешались в микромир. Мы подавили бактерии. Бактерии были самыми сильными. Это вот как кошки и мыши в микромире. Мы убрали кошек, следом за ними вылезли мыши. Первым таким самым сильным вирусом был всегда вирус гриппа. Это сейчас мы так относимся к гриппу. Мы к нему привыкли. Но я очень хорошо помню, 79-й год. Я впервые молодой к доктору выхожу работать врачом. В то время врачи моего теперешнего возраста делали бешеные глаза, говорили про конец света, говорили про то, что вспоминали испанку. Пришел грипп. Это была тяжелейшая эпидемия. Для меня тогда первый год работы, я думала, что вообще всегда так работает. То есть у нас у каждого доктора в поликлинике было 35 до 50 вызовов каждый день. Мы ползали по этим этажам по своим с 8 утра до 12 ночи. И ползали мы с какой целью? В каждой поликлинике в то время была штатная единица. Врач, инфекционист, эпидемиолог. Они строили нас каждый вечер и говорили, у нас нет и по всей видимости не будет лекарства от гриппа. Но у нас есть иммунитет. Что такое наш иммунитет? Это температура выше 38,6. Только при температуре выше 38,6 у нас начинает вырабатываться интерферон. Причем у каждого человека он свой для своих собственных бактерий. Его нельзя внести извне. И вот мы ползали по этим этажам целыми днями. Для чего? Мы слушали легкие своих пациентов, мы заглядывали им в горлышко, и самое главное, мы им каждому объясняли, что не дай вам Бог сбить температуру. Только при температуре 38,6 начинает вырабатываться интерферон. И действительно, уже в ту первую эпидемию было абсолютно очевидно, что человек, который ни разу не сбил температуру, 5 суток была температура 40, на шестые он поднимался и уходил на работу. Если не дай Бог, я проработала на эпидемиях почти 40 лет, если не дай Бог, хоть один раз принял какой-нибудь спиринчик, ремонтогинчик или оксалиновую мазьку, обязательно были осложнения. То есть течение было тяжелым. И вот многие-многие годы у нас самым главным таким, таким акеллой волчьей стаи вирусов всегда был вирус гриппа. Последние три года, каждый практикующий врач это знает очень хорошо, у нас грипп не пришел. Его стало очень мало. Из-под него, как мы теперь понимаем, вылез коронавирус, которого мы не видели 40 лет. Почему не пришел грипп? Я не буду ничего рассказывать про вакцинацию, да, то есть, но куда делся грипп? Его придавили, да, его придавили вакцинацией. Из-под него вылез коронавирус. Что будет сейчас, если мы придавим в очередной раз коронавирус? Кто из-под него вылез, вылезет, мы можем догадаться. Во втором, в четырнадцатом и в шестнадцатом, по-моему, году, у нас были небольшие вспышечки, когда вылез птичий грипп, откуда-то появился свиной грипп, откуда-то появились другие виды коронавирусов, Мерс, Сарс и тогда обозвали. Но они как-то быстренько локализовались, не получилось никакой пандемии. Почему? Как я это понимаю? Акела был силен в волчьей стае, вирус гриппа был еще силен. Он сам справился и с свиным, и птичьим, и с Мерсом, и Сарсом. Сейчас у нас гриппа практически не будет. Если мы сейчас еще придавим коронавирус, то кто вылезет, мы уже представляем. Вылезут другие, более сильные вирусы. Если у коронавируса сейчас, ну, по официальным данным, смертность где-то, ну, чуть больше одного процента, то у Сарса и Мерса, опять же, по полуофициальным данным, и птичьего свиного гриппа, высочайшая смертность от 50%. Думайте. Теперь я хочу рассказать, что же такое клиника коронавирусной инфекции. Ну, не скрою, что когда он только появился, даже у меня была паника. Почему? Потому что если посмотреть то, что показывали по телевизору, ну, волосы становятся дыбом, да, то есть мы знаем, как протекает чума, холера, как протекает инфаркт, инсульт, ну, как протекает коронавирус, никто из нас в то время не знал. Теперь мы уже очень хорошо можем рассказать, как это протекает. Ну, как это протекает? В чем особенность коронавируса? Клиники коронавирусной инфекции. Первая особенность такая, это длительно текущая инфекция. То есть средние сроки протекания коронавируса от 14 до 30 дней. Это не осложнение, это не какое там отяжеление, это обычное, нормальное течение коронавирусной инфекции. Как у гриппа мы знаем, 5 суток обычное течение, а у РЗ 3, трое суток у коронавируса от 14 до 30 дней. Это его нормальное течение. Вторая особенность течения коронавирусной инфекции, это ее волнообразность. Ну, в чем это проявляется? День 40, на следующий день 37,2. Третий день опять 40, потом опять 37,2. То есть, то умираю, то здоров, то умираю, то здоров. Причем вот эта волна у разных пациентов может быть разная. У кого-то сутки через сутки, у кого-то двое через двое, у меня есть девушка, у которой неделя через неделю, то есть неделя здорова, через неделю умираю. Как начинается коронавирус? Ну, у всех он начинается с одних и тех же симптомов. Это симптомы общей интоксикации, как при любом РЗ. То есть, начинаются головные боли, ломота в костях, какие-то могут быть несупребильная температура, может появляться какое-то покашливание. И большая часть пациентов, так называемых здоровых пациентов, которые по нашей именклатуре, это на первой, на второй стадии. На этом заболевание может и оборваться. То есть, организм победил коронавирус, и симптомы обрываются. Но особенностью является что? Что как раз в это время ПЦР становится положительной. То есть, сейчас делают мазки для определения коронавируса, так называемое ПЦР. Это мазок из носоглотки. Так вот, когда развернутая клиническая картина, он может быть отрицательный. Почему? Вирус уже спустился вниз. А вот когда человек выздоравливает, он начинает его выбрасывать. И он становится этот тест положительным. И вот большой проблемой у моих пациентов было, что их не выписывают на работу. То есть, они вылечились, а у них идет постоянно положительный ПЦР. То есть, что? Они в это время выводят вирус. В этом обосновывается ношение масок. То есть, маски на самом деле, они не могут спасти вас от вируса. Вирус проходит через клеточную мембрану. Он плевал на вот эти структуру наших масок. Но маски, как я говорю, это насильно надетые носовые платки. Почему? Ну, раньше мы пользовались носовыми платками. Сейчас практически никто не пользуется. Поэтому человек, который выделяет в это время вирус, он в чехну, в кошлену заражает все вокруг. Поэтому маски это принудительное ношение носовых платков. В этом их эпидемиологический смысл. Что происходит дальше? Если человек здоров, у него на вот этом продромальном периоде поломало, покрутило, на этом заболевание обрывается. Если дальше заболевание развивается, то развивается полная клиническая картина. Дальше все зависит от того, куда вирус спустится. Спускается он, опять же, по моим наблюдениям, он спускается туда, где у человека слабое звено. Если у него слабое звено легкие, он спускается в легкие. Если слабое звено желудочно-кишечный тракт, он спускается в желудочно-кишечный тракт. Если слабое звено, у меня есть пациент, у которого при всей диагностической подтвержденности коронавируса поражение у него шло только со стороны уха. То есть, другой есть пациент, у которого поражение тоже при всех положительных анализах, у него поражение шло со стороны почки. Как я это объясняю? Давайте я это объясню чуть-чуть позже, когда буду рассказывать про наш иммунитет дальше. И вот после того, когда началась эта клиническая картина, очень важно, еще раз повторяю, понимать, что все эти симптомы, это не симптомы осложнения коронавируса, это его обычное течение. То есть, день 40 температура, день, может быть, 37,2. Опять день 40, 37,2. Что с этим делать? Ну, ничего не делать. Вот как мы при гриппе, что мы делали? Ничего не делали. Мы пили чай с малиной, и с малиновым вареньем, и с лимоном. Мы пили какие-то клюквенные морсы. Вот примерно все то же самое нужно делать и при коронавирусе. Да? То есть, ничего другого делать не нужно. Что делаем в основной массе пациенты? Почему я решила к вам обратиться? Что, чего делать категорически нельзя? Категорически делать нельзя, это что? Нельзя паниковать. Да? Почему нельзя паниковать? Потому что как только включается паника, отключается рассудок. Давайте попробуем включить рассудок. Что делать при коронавирусном заболевании? Ну, первый постулат, который, я думаю, не отвергнуть может никто, это то, что в настоящий момент не существует лекарства от коронавируса. Да? Это знают все. Миллионы долларов тратится. Лекарства от коронавируса нет. Поэтому все, что мы пытаемся ввести в свой организм как лекарственные средства, на самом деле является клиническим испытанием на добровольцах. Да? И когда вы начинаете скупать все аптеки и принимать их, ну, кому как повезет. Да? То есть, повторяю, вы проводите, по сути, клинические испытания того, как тот или иной препарат будет действовать на больного с коронавирусом. Что происходит дальше? Ну, как только включается паника, первое, что все, конечно, начинают делать, сбивать температуру. Я рассуждаю, опять же, как доктор, которого учили, эпидемиологи, инфекционисты, профессора в нашем Смоленском медицинском институте. Значит, что происходит, если мы сбили температуру? Организм смотрит внутрь себя. Батюшки. Полные легкие вирусы, а температуры нет. Мне что с этим делать? Он начинает это замуровать в соединительную ткань. Как это он делает всегда с врагом, которого он не может уничтожить. Я всегда привожу вам пример. Что такое вообще рубчик? Лечили-лечили прыщик, остался рубчик. Лечили-лечили придатки, остались спайки. Лечили-лечили артрит, остался артроз. Лечили-лечили гепатит, остался цирроз. Лечили туберкулез, остался рубец на всю жизнь. То есть так устроен наш организм. Того врага, которого он не может уничтожить, он его начинает замуровать в соединительную ткань. И ему плевать, как это называется, фашистская пуля или шовный материал, оставленный где-то в ране. Все, что для него является врагом, наш организм всегда замуровывает в соединительную ткань. Поэтому как только мы сбили температуру, наш организм, начиная те вирусы, с которыми он не смог справиться, замуровывает в соединительную ткань. Что происходит дальше? У нас отключается голова, у нас работает паника. Мы начинаем пить антибиотики. Прекрасно представляю, что антибиотики на коронавирус не действуют. Что такое вторая часть нашего иммунитета, так как нас учили в институте? Это наши бактерии. То есть в каждом здоровом человеке находится так называемый микробиом. То есть у нас огромное количество, по разным подсчетам, от 2 до 5 килограмм бактерий, которые являются нашими внутренними жителями, которые поддерживают наше здоровье. Об этом знают даже в Растишке. Я улыбаюсь уже несколько дней, слушая рекламу Растишки, где рассказывают, что 90% нашего иммунитета находится в нашем кишечнике. Это наши бактерии. То есть рекламодатели Растишки об этом знают, но врачи об этом забыли. Мы начинаем своим пациентам давать антибиотики. Что делают антибиотики? Антибиотики убивают наши собственные бактерии. Но свято место пусто не бывает. Что происходит? Коронавирус начинает заселять все те полности, в которых нет собственных бактерий. И я возвращаюсь к тому, почему вот в моем понимании у одного из моих пациентов пострадало ухо, у другого пострадала почка. То есть у них были хронические заболевания этих органов, и они многие годы лечили их, капая туда всевозможные, и принимая разные таблетки. То есть они нарушили микрофлору в этих органах. Поэтому коронавирус спокойно занял и эти полости. И вот мы попринимали антибиотики, мы убили собственные бактерии, идет массированное обсеменение нашего организма коронавирусом. То есть мы убили собственную вторую часть иммунитета. Единственным положительным моментом, опять же, это мои клинические наблюдения. Ни в коем случае не претендую на истину в первой инстанции. Единственным положительным моментом, который выяснился вдруг во время этого течения, течения коронавируса, это люди-носители герпетической инфекции. Что оказалось? Начинаются симптомы коронавируса. Пропадает обоняние, пропадает осязание, появляется першащий кашель. Начинаю углубленно расспрашивать своих пациентов. Оказывается, есть какое-то неприятное болезненное ощущение в носу, появляется неприятное ощущение во рту. Думаю про себя, боже мой, где-то я это уже видела. Ну где я это видела? Это герпетическое поражение носоглотки. Вот у меня огромное количество приходит детей с таким сухим кашлем, сосившим голосом, которым ставят там всякие абструкции, ларингостенозы, ларингоспазмы. Я всегда родителям говорю, ну давайте подождем. У ребенка через какое-то время трескается губка, высыпает герпес, и весь ларингит проходит. Или там так называемый абструктивный симптом. То есть, когда герпес высыпает по носоглотке, он дает именно эти симптомы. И вдруг вот такие симптомы я вижу у своих пациентов с коронавирусом. Что мы наблюдаем дальше? Появляется, пропадает обоняние, осязание, появляется першащий кашель, высыпание в носу. Мы ничего не делаем. Мы что? Мы ждем. Мы продолжаем пить малину и клюквенный морс. И в какой-то момент у человека высыпает герпес, и весь ковид в этот день обрывается. Я видела примерно такую же ситуацию, когда у человека было поражение желудочно-кишечного тракта. То есть, у него были боли, там, разовые поносы зеленого цвета. Потом у него в один день высыпает герпес на ягодицы, и у него проходят симптомы коронавируса. То есть, как я это понимаю? Внутри нас, внутри людей-носителей герпетической инфекции, живет условно герпес. Это очень сильный вирус, да? Он условно акела в нашем организме. Он все остальные, ему невозможно практически от него избавиться. Он не пускает ничего другое внутрь себя. И вдруг лезет какой-то коронавирус. Что делает герпес? Он становится на защиту. То есть, он дальше коронавирус не пускает. То есть, его течение будет легким. Это то, что касается нашего иммунитета. И того, что с этим делать. И почему нельзя сбивать температуру и пить эти биотики. Но еще более страшные вещи, на мой взгляд, происходят, когда все откуда-то вдруг взяли, начали разжижать кровь. Тоже один из методов лечения. Рассуждаем, как опять же рассуждает наш организм. Кровь стала жидкой. Он же не понимает, что это мы лечимся так. Кстати, это относится и к пациентам, которые разжижают кровь при различных других заболеваниях. Там гипертонической болезни, ишемической и так далее, и далее. Но организм же не понимает, что мы лечимся, что мы делаем пиявки, мы пьем какие-то препараты, разжижающие кровь, что это у нас лечение такое. Он видит, что кровь стала жидкой. Он что будет делать? Он будет кровь сворачивать. Это следующее тяжелое осложнение так называемой коронавирусной инфекции. Ну, еще раз повторяю, что делать, если вас настигла коронавирусная инфекция? Первое, не паниковать. Это обычная вирусная инфекция с обычными симптомами течения, с особенной клинической картиной, про которую я рассказала. Я, по сути, все эти месяцы выступаю психотерапевтом у своих пациентов. Я прошу всех своих пациентов с коронавирусной каждый день не озваниваться. Они мне звонят, рассказывают про свое самочувствие, но я им рассказываю, что идет. Все хорошо. Вы можете, конечно, проводить и должны проводить какие-то обследования, вы должны контролировать свое состояние, но ни в коем случае не паниковать. Почему? Потому что как только вы запаниковали, вы начинаете свой организм превращать и себя превращать в объект клинического испытания неизученных средств. Думайте, мои дорогие пациенты.